Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Здравствуйте. Что-то у вас половина темноты. Лица не видно. Совершенно темное лицо с этой стороны. Вот так получше немножко. Вот так. Ну вот я хотел бы обсудить с вами вот этот мой частный вопрос относительно крещения. Как мне лучше, а как правильно поступить мне в данном случае? Ну я вам рассказываю как. У нас в Новосибирск этим летом приезжал Сорокин Дмитрий. Точно так же он из баптистов пришел к священнику. И он ни под каким видом. Ну вы можете зайти, я вам его скину где-то. Тоже бунтовал. С Сульяновской области, Димитровград. Там Андрусенко, Александр точно так же. Архиереи там все грозились отлучить. Сейчас все утихло, все по-хорошему. Это естественно. Потому что их совесть обличает. Они что наделали? Крещения вообще нету. Нету. А как же тогда так не крещено? А как старобряться это все признают так? Вот это отмочение, которое есть, дает некий доступ ему к той благодати, что священство. Иначе тогда и вообще ничего нельзя проверить. Но сегодня они должны делать так. А он вас там и воспримет. Так а вы что думаете? Вас похвалят за это? У нас были такие, приезжали из Германии. Валентина Стартисон со своими. И ее родная сестра, Требресинский район. Они приехали к крещению. Против обоих восстал священник. И там ужасно как. Там ее воспринял теперь в Германии. А эта так и умерла. Ну, батюшка-то наша рядом. Так у нас все выставляется в интернет. Вы не против? Ну, я не знаю, как бы вот этот мой частный случай будет кому-то интересен или нет. Давно это уже Господь решит. Мы за людей не будем решать. Поэтому мне нужен положительный ответ от вас. Вы не против? Ну, я не против. Я не... Так, вот какое дело. Я рассказываю реально, которые вот в этом прошедшем году у нас принимали крещение после 7 июля. Практически, я даже не знаю, кто какой одобрил или нет. Выключи свет. Идет здесь. Так. А прошло время, все везде утихло. В течение там, ну, 2-3 месяца. Это и так понятно. Дверь открыта. Тогда ты смело будешь говорить. Никогда ничего не скрывайте. Священник, он... Если даже узнаешь... Я... Ну, ну, говорите. Он не узнает. Я вынужден ему сказать об этом. Это... Вы подойдите к нему. Слышно? Да. Подойдите и скажите. Я вам о том оговорю, что я буду... Я вам сейчас еще материал скину немного из Лопухина. Мне только что сейчас Юрий Соболев поставил. Лопухина. Это общепризнанная в православии литература. И он говорит о полном погружении. Вот мой материал о крещении. Вы на нашем сайте бываете, нет? На сайте. Конечно. И там я даю 136 свидетельств. 136. А у них ни одного нету, кроме небрежения. А небрежение проклято Богом. 48.10 Иеремия говорит. Вот сейчас я только разговаривал с баптистом. Он не сказал, что баптист. Но похоже, баптист. И вот он... Ну, никак он не может, что иконы, это не идолы. И как ему докажешь? Начал говорить об иеговистах. Я говорю, написано. Еретика, отвращайся. После первого, второго разумления. Ибо он самоосужден. Сам себя осудил и в этот правил. А вот он обратится. Но обратиться это чудо Божие. Но, как правило, они не обращаются. Тебе дано указание. Титут, 3 глава, 10 стих. Ну, и тут вот начал буровить там про иконы, крестейцы. Ну, что попало? Я говорю, больше не заходи пока. Обдумай, что тебе дал. Даю материал. А у меня ноутбук не работает. Ну, я тебе что, должен по голове стучать или как? Даю огромный материал о иконах. Все. Спрашиваю. Простой вопрос. Это между делом. Вот Христос приходил в храм. Как храм называется? Он не слышит. Я повторяю второй, третий раз. Он слышит и не слышит. Уши, как у аспида заткнуты. Ну, назови, как храм назывался-то? Он молчит. Пожилой. Видно уже в годах. Человек лет уже 60, наверное. Ну, ответь просто. Знаешь или не знаешь, хотя бы ответь. Вот сектантская упрямство какое. Как правило, говорят, ну, храм Соломонов. Да, я говорю, Соломонов 4, царь 25 главный разрушен, на выходоносор был. А этот-то уже спустя сколько лет? Кто построил? Не знают. Они Писание совсем не знают. Я говорю, храм Зарававеля, Иисус Сын Ясидеков, книга Изекииля, 41 глава, 17 стих. Они Библию вообще не знают, сектанты? Он 2-3 места знает, иконы не сделай изображения. Не сделай, а повеляет в 25 главе, говорю, говорит, сделай книга Исход. Так и здесь. Священники ничего не слышат. Поэтому наша поприща заключается в том, что мы должны работать. А священники, вот я говорю, к нам приезжают иеромонахи там крестятся, возвращаются и продолжают служить. Ну, определи себя, где ты должен быть. Где, в каком месте. Игнатий Тихинович, я вот у вас спрашивал про эти три случая. Я думаю, что все-таки они должны же быть. В случае, три момента, которые допускают непогружательное крещение. Я думаю, что они же должны быть хотя бы на соборном уровне, на местном, на поместном как-то закреплены. Или это просто предание такое. Но я вам скинул, где в церкви крестились в тюрьме. Нет, я тут не спорю. Конечно, это известный случай, я и принимаю. Но документально нет такого правила, что... Я ответил, нету. На вселенских соборах нету, на вселенских семи нету, на поместных девяти нету. Святые отцы об этом говорят. Но это для нас достаточно, что церковь равно принимает. Ну и так понятно. Вот второе где? Клиник. Клинике, говорится, если принял крещение в будущей пресмерти, то его потом не ставить в священники. Потому что под страхом ножа принял, как смерть его пику воткнула. Но если будет взяло приятен, то есть нормальный и недостаток, тогда можно. То есть, видите, с какими еще оговорками канон это. Ну как его крестить, когда он лежит... Так, говорите. А если такой случай, что вот, допустим, человек находится в тюрьме и нет возможности крестить погружением, он крестился там обливанием, да? И потом, ну, вот он вышел из тюрьмы. Нужно восполнять крещение погружением или уже... Вот если он был в тюрьме и это, то нету. Нет указания на это. Вот эти три случая, они принимаются как равные, но с небольшим изъяном. А в чем оно выражается? Вот и определяй. Вот многие говорят, да почти не многие, а все. А как же, песком крестили? Я говорю, откуда вы знали? Ну, так говорят. Не может назвать. Я говорю, духовный лук. Но эту историю не рассказывает до конца никто. Да. Но не лгут. Когда пришли о Дионисии... Ее никто до конца не рассказывает. Да. Дионисий говорит, идите и крестите в Иордане. Что вы думаете-то? Он отправил на Иордан. Оторвали половину предложения. Но это мошенники. И главное что? Сатана больше всего боится крещения. Почему? Это завершающий акт, третья часть рождения свыше. И вот пока евреи склонены или мусульманин, говорим, они ничего. Но если принял крещение, крещение это рубеж, рубикон, за которым смерть. Это вход в Царство Небесное. Крещение открывает дверь. Это дверь. И поэтому они снисходительны, когда ходят в христианские собрания, даже в церковь терпят. Но узнав, что он крещение принял, все, он враг до смерти. Они сатана показывают. Уже не мы показываем. Я имею практики просто это. Нормально все. Как только обратилась девочка из сектантов, из баптистов, приняла крещение, родная мать объявила ей войну. А почему? Сатана знает. Это не она объявила, а сатана объявила. Так что у нас каждый год мы не то что приглашаем там или что-то даем знать, вернее так сказать. В прошлом году приезжали откуда, с каких сторон приезжали люди. И все до единого находятся в Московской Патриархии. Мы никуда не вытягиваем. Мы говорим там труд. Церковь благодатная. Но все извращено. Все таинства погублены буквально. Но начинать надо работать. Работать. Владимир Тихонович, скажите, какая подготовка перед тем, как креститься у вас? Я вам скину материалы. Приблизительные вопросы к окрещаемым. Ну конечно. С этого момента, как вы решили принять крещение, уже не причащаться. С оглашенными выходите. Просто оглашенные зайдите. Хотя бы там где-то за колонну уйдите в сторону. Ну не на улицу уже сейчас выходить-то. Священники будут спрашивать намертво стоять на этом. Не под каким видом. И вот начинаем мы говорить, и там помаленьку, где-то будет трогаться. Почему мы думаем, кто-то должен трогать? Кто-то из норы, как Паисий Святогорец говорит. Кто из норы ЗМИ будет вытаскивать? Почему кто-то, а не я? Тебе Бог открыл это. На этом не останавливайся иди дальше. Священникам говори. И вот так оно дело движется. Скажите, а венчание получается недействительное у нас тоже? Действительное, венчание действительно. Все таинства действительные, кроме крещения. Поэтому кто принимал там обливанием, а его мазали миром, миром у нас не мажется. Это другое таинство. Миропомазание это к крещению вообще не относится. Это другое таинство. Только крещение. Только погружение. А погружение это прощание всех грехов. По-другому никак. Тут надо определенную просто ступень перейти. Что мне Бог говорит на суде Божьем ни попы, ни архиереи за меня не заступятся. Они сами будут кипеть в огне. Большая часть священников погибает. Златоуст говорит. Я показывал откуда-то это взято там с послания к евреям. Если мы это не поняли, значит нам собственное спасение, как говорится, нужды нет. Но ты услышал один раз. Принял это дело. Помолился. Все. Препятствий нет. А если боишься еще, зачем тогда зря христианство портить? Христианство это героизм. Почему у Яиля 3 глава 11-3 говорит. Туда, Господи, веди Твоих героев. Даже быть, ну это уже так я и говорю просто от ума. Быть средним священником, и то уже немалый подвиг. Средним, то есть, ну он делает правильно все, но не особые подвиги. А вот православным, то есть вообще спрашивать еще не надо. Все сказано. И в житиях, и в канонах. Ну маленько встряхнуть. Одна жизнь коротенькая. И там целая вечность. Ну одно другое поставь, говорит, на весы. К чему ты прислонишься-то? Жена, дети. Там никого не будет. Ты и я. Предстанем одни перед Богом. Одни. И был шанс, и он был упущен. И раскаяния этому не будет конца. Да мне на кого смотреть, когда Писание прямо говорит об этом. Зачем в воду Евнух и Пилипп сходили? Зачем на Иордан шли, чтобы водой поливать? Да у него Алла Пухин говорит, и черепушки-то никакой могло не быть. У него ничего не было вообще. Как у Диогена. Вы знаете эту историю про него? Он жил в бочке. В бочке жил. Ничего не было. Одна кружка была только. И он подошел черпать. А в это время мальчик стоит и ладошками пьет. Он посмотрел на кружку заброса. И ты, говорит, лишняя. Вот и все. Всему надо научаться и смотреть. Решительный шаг сделать. Этот решительный шаг у Тургенева. Ивана Сергеевича хорошо написано. Там девушка стоит перед порогом. И хочет перешагнуть. И голос говорит. Ты будешь отверженной. Тебя попы отвергнут. Тебя исключат. Тебе не будут причастия. Ну, я добавляю, что там есть. Все говорят. И она слушает. И голос тихий говорит. Ты получишь царствие. И она шагнула. И сразу заскрешетала. Да будь ты проклята. И голос тихий прозвучал. Святая. Это выбор. Make your choice. Если вы его сделали, то никаких препятствий не может быть. Ты на все будешь смотреть. Как на то, что тебе уже не принадлежит. Я избрал Христа. Одного Христа. Ничего, кроме Христа, не избираю. А Его Слово гласит определенно. Родиться свыше. Родиться свыше. Это означает уверовать. Троекратное полное погружение. И получить дар Святого Духа. 2.38 Деяния апостолов. 22.16 говорит. Встань, крестись и омой грехи твои. Омой. Не как у сектантов. В покаянии. Не в покаянии, а в крещении омываются. И как будто ты заново зародился. Какое Бог дал средство. Я понял вас, Игнатий Тихонович. Но никак по-другому нельзя, Алексей. Поси Христос вас. Да. Вы должны быть здесь решительно. Стать перед Богом по-другому. Но я вам сразу говорю, что я буду вынужден, конечно, батюшке моему сообщить о таком решении. Вот мне иногда говорят... В любом случае, я ему скажу. Иногда говорят, вот когда приходим и крестится там в московской патриархии, священники, да, надо крестить. Но если ты был моченый, уже не в жизни будут. Они говорят, так может быть не говорить ему? Я считаю, нет, потому что когда священника нажмут, а он скажет, а я не знал. И вот у нас нынче в Барнавуле уже несколько человек крестили полным погружением в соборе. Священник есть такой, которому говорят, он знает. Но они еще как интересно делают. Один исповедует, а другой крестит. Но допуская до крещения болезнь там или до лет они не могут дождаться. То есть уже движется. Другие там, вот я считаю, там где-то из Карелии. Он ходил, ходил по всем, ни под каким видом. Он ни слова не говоря на Афон поехал. А на Афоне там вообще это мочение ни во что ставят. И они, говорит, всем монастырем вышли и крестили его в море. Там, говорит, радость какая была. Понимаете, нам кажется, ну еще особенного я там покрестился. Ты другим пример дал. Позаботьтесь о душе. Позаботьтесь. Вы безмолвным даже решением своим. Да, я крещен. Тебя больше эта тема смущать не будет. Аж поп там отлучать будет, казнить тебя, ИГИЛ будет. Тебе какая до этого разница-то? Ты пошел за старем царей. А если ты будешь советоваться с плотью и кровью, то ничего не получишь. Богу это не нужно. Павел, говорит, если бы поныне угождал человеком, не был бы рабом Христовым. Это несовместимое. Игнатий Тихонович, если некрещеный священник, вот моченый, как вы говорите, преподает таинство, оно благодатное? Благодатное. Благодатное. Это и старобрядцы принимают, и так всегда было. Почему? А потому что, говорит, здесь исследовать конца не будет. Он скажет, я в полное погружение, да. А епископ, который его рукополагал в священниках, был ли в полное, тоже неизвестно. Ну, допустим, известно. Но уже на третьем колене мы спотыкаться будем. А эта-то разница не влияет, он не в полное погружение или другое. То есть здесь нельзя исследовать. Ты отвечаешь за себя. А он не такой, говорит, ну а я же причащался. Ну и что? Канон есть такой. Если мальчик, там был мальчик у них, 7-летний, и он причащился, а потом оказался еврейский мальчик и не крещеный. Что же делать? Ничего, говорит, готовить его и крестить. Что испугались-то? Вот какая-то, понимаешь, предвзятость, куртизация мозгов прошла. Ты понял на этом этапе? На этом этапе разворачивай, как Джона Буньяна, путешествие Пилигрима. Все. Параллельной дороги нету. Она одна. Возвращаюсь назад и вижу, где развилка была. И с этого момента я пошел туда, где следы кровавые Христа на Голгофу. Иначе что будет? Вот этот у нас баптист крещение принимал, с ним мама принимала, а жена не пошла. Жена. Уперлась, она ничего против. Ей все доказано, ролики стоят. Она настоем осталась. Ничего, работай. Работай. А как ты думал? А как он с ней живет сейчас? Как живет? А как он с ней живет сейчас? Ну так живет, как жил. Да. У них ребятишки. Живет. Ну это же, получается, в блуде живет? Нет. Церковь так не считает. Если, говорит, он крещеный, желает жить, а она не желает, может развестись. Это Павел Апостол говорит. Это Пятая и Седьмая глава Первого Послания Коринфянам. Если брат говорит, неверующий желает жить, а он неверующий, он может и не пойти под венец, церковь это блудом не считает. Это, ну потому что они законные, он ни разу не был венчан. Тут очень сложный вопрос. Еще был ли он венчан, была ли она? Если, ой-ой-ой. А архиереи сегодня, вот такие вот дела, лежат пачки, и они все разрешают. При трех живых женах еще венчают. Это даже безумием нельзя назвать. Написано, 19 глава Матфея, при живом мужа, и 7.39, Первой Коринфянам, при живом мужа выйдет, называется, при любодейце, при живом. А сегодня 12 причин находятся для развода, 12 вместо одной. А какие? Ну у нас взгляды разные. А что это за причина? Взгляды разные. Ну закрой глаза, выколи их, чтобы не было разницы. Взгляды у него, видишь, помешали. Другой, муж потерялся, а где он потерялся? Или в психиатрии находится. Все это выдумки. А одна единственная причина позволяет делать развод. И тогда он должен остаться один, пока она не умрет. Он жить может с ней, отказаться. Но она живая, при живом уже не может. Это серьезнейший вопрос. Ясно. Спаси Христос, Восемьян, за время, что уделили. Да, ну наша переписка, каждое утро, когда выходим, мы им ответы, наша переписка будет там выставлена, как мы переговаривались. Она очень интересна. Люди, глядя на это, приходят, вот вам кто-то против Гаврилка, ну против меня, а ты заинтересовался. Вот Андрей Кураев где-то выступал. Ну вот за счет этого и заинтересовался. Как? Мне просто стало интересно, кто это такой, Игнатий Лапкин, который перекрещивает, перекрещивает, мне сказали. Я не крещу. Перекрещивает христиан. Перекрещения нету. Есть крещение, а это был обман. Обман, там ничего не было. Во-первых, для крещения требуется три условия. Первое. Уверовать во Христа. У нас 500 часов на это уходит в университете. Второе. Троекратное полное погружение руками священника. И третье должно быть бесплатно. Сегодня все нарушается. Плати деньги. А это симония. Уже крещение недействительное будет. Симония. И они при том все знают, говорят правильно, как Алфеев этот Иларион. Все говорит правильно. И тут же этого вот самурая-то обратился и крестит его. Не крестит, а мочит в чашке. Да даже сказать нельзя. А что нужно делать? Храм запереть, его раздеть и выгнать. Пинском под задницу. Жулик забрался в рясу. Вот тогда другие подумают. А что это? Нормально. Это нормально. И стоит, главное, кверх ногами держит ребенка. А говорит правильно все. У нас, говорит, во всех книгах написано полное погружение. Его уже упускать не надо из храма. Он будет извержен. Извержен. Он уже извержен. Выброшенный. Они ни страха Божия не имеют, ничего. Знания такие. Музыкальные произведения пишут. А Бог огневит на каждом шагу. Я как-то разбирал их ответы. Патриарха и всех. И у них примерно на 60 вопросов. Не больше 6 правильно отвеченные. Вообще, вопреки Библии отвечают. Или страх. Я даже причину пытался выяснить, какая. Или не знает. Они, говорит, пророки, лжепророки друг у друга воруют. Сновидения. Ты один раз услышал, принял, проверил. Все кончено. Я уже вам не попутчик. Иначе ты вообще ничего не сделаешь. Дай место благодати Божией. Тебе Бог дал дар. Дар быть похожим на Него. По подобию. А подобие заключается в свободе. В первую очередь. У нас тут митрополит патриархийный служил в Патеряевке. Сергий-то. Ну и меня попросил проповедь сказать. Я сказал на тему. Бог сотворил по образу подобия. О свободе. Рабы вокруг. И патриарх все рабы. Рядом был и не мог заехать. Почему? А у него программа. А я могу сегодня сесть и к вам поехать. А он не может. Он должен говорить с оглядкой. Сейчас Всеволод Чаплин-то вышел оттуда. Из этой беды. И говорит, что патриарх он раб. Он хотел бы сказать. Он не может. Он должен соразмерять, что скажут люди. Какое отношение правящих кругов. Да зачем такая жизнь? Я считаю, что если я в тюрьме был, я свободно говорил всем. Я в лагере был. Свободно говорил всем. А на свободе. Профессор Марцинковский говорит. Со Христом и в тюрьме свобода. А без Христа и на свободе тюрьма. Вот и весь сказ. И тогда у вас будет всегда на душе радость. Которой нельзя здесь быть. Я вам сейчас скину. Ладно. Спасибо вам. Вы под скайпом сейчас. Да. Посмотрите. Хорошо. Все пока с Богом. Хорошо. Спасибо Христос. Никита, наклонись, покажись. Мир вам. Все будет хорошо. Да. Мир. Аллилуйя. Да. Так. Субтитры сделал DimaTorzok. Простите.